Какая связь между дыханием и мыслями, думанием? Потому что как только останавливается дыхание, останавливаются и мысли. И какая связь между этим? Мышление и дыхание – это одно целое. Ваш ум и ваши мысли полностью зависимы от дыхания. Дыхание замедляется и мысли тоже. Дыхание останавливается, мысли останавливаются. То же самое, это все одно целое. Если вы живете в центре ума, то вы будете видеть мысли. Поэтому все основные техники зависят от дыхания. Если вы контролируете свое дыхание, вы можете контролировать свой ум. Когда вы очень возбуждены, очень находитесь вовне или захвачены эмоциями, вы увидите, что ваше дыхание будет очень интенсивное. А когда вы спокойны, ваше дыхание будет автоматически замедлено. Так что друг от друга они полностью зависят, это одно и целое. Поэтому все техники медитации работают с дыханием. Когда вы наблюдаете за дыханием, то вы увидите, что когда ваше дыхание быстрое, то мысли, очень много мыслей. Постепенно, когда вы наблюдаете, дыхание замедляется и мысли тоже. И в один момент дыхание полностью останавливается, и в уме ни одной мысли. Если вы, например, злитесь на кого-то, очень возбуждены, ваше дыхание будет интенсивное. Не будет спокойным о нем. Если вы спокойны, то автоматически и мысли будут спокойны. Если вы смотрели, смотрели ваше дыхание, и дыхание идет слабо, мое сердце слабо, смотрели, дыхание прекратится, мое сердце прекратится. Они одно целое. Это одно. Никакой разницы. Дыхание и мысли полностью связаны друг с другом. Поэтому все медитационные техники обращаются ваше внимание на дыхание. Когда вы находитесь в сущности, в животе, ваше дыхание почти остановится. А когда вы в сердце приходите, вы будете неспокойны, но будете радостны. И чуть-чуть будет от этого возбуждение, какое-то движение, что-то будет хотеться. А когда дыхание приходит в ум, то там возникает очень много мыслей. Это полностью связано друг с другом. Вот так работает ум. Где ваше внимание, такое будет и дыхание. Еще вопросы? Еще один вопрос по дыханию. Для меня, например, очень просто дышать через нос, вот через рот. Но через нос очень тяжело, потому что кажется, что какие-то блоки в носу, что затруднено дыхание через нос. Может быть, это блоки ума? Значит ли это, что у меня в уме есть какие-то блоки, которые мешают дышать носом? Что это как-то связано? Мастер спрашивает, это сначала у тебя было или в течение практики появилось? Это было с тех пор, как ты ребенком был? С детства? Нет, это началось, когда я был 4-5-летним ребенком. Да, видимо, что это какие-то проблемы с твоим носом. Это физическая проблема. Если ты будешь делать дыхательные техники, то потихоньку, возможно, это уйдет быстрое дыхание. Например, первая часть динамики, быстрое дыхание. Ты дышишь носом. Ты должен дышать носом. И ты должен быть полностью сконтрирован на том, чтобы выдыхать, а не на. Глубокое и быстрое выдыхание. И тогда нос полностью будет открыт. Ну, а если не получается, то проверься у доктора. Должен, нейтр reads. его можно выгода, никогда не было плотthereами. Вы hairs дышались, Вы companies все bé結 Democratic, выходите, ну yea нас, Продолжение следует...